Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВИН в студии Галины Смирновой. И вот некоторые темы этого выпуска. Берегите ваши денежки. В городе по-прежнему орудуют мошенники. Танцы как стиль жизни в Театре оперы и балета прошел областной конкурс современной и эстрадной хореографии. А начнем мы наш выпуск с криминальной хроники. За прошедшую неделю в Магнитогорске было зарегистрировано 102 преступления. Из них 75 были раскрыты. Как и прежде, самые распространенные злодеяния – это кражи и грабежи. Кроме того, в городе активизировались и мошенники. Телефон и интернет – вот и все, что нужно мошенникам в наше время, чтобы незаконно поживиться чужими деньгами. Молодой человек звонил по указанному в интернете городскому номеру телефона, попадая в организацию. В дальнейшем представлялся ее руководителем и озвучивал такую информацию, что необходимо провести оплату денежных средств за предоставленную рекламную продукцию. В дальнейшем уже сотрудники данной организации переводили на указанные злоумышленникам счета денежные средства. Данный гражданин получил от жительниц нашего города порядка 80 тысяч рублей. С 3 на 4 ноября проводилось оперативное мероприятие «Ночь». В нем было задействовано более 300 сотрудников полиции. В результате было раскрыто 28 преступлений. Задержано 8 человек, которые находились в розыске. Изъято 12 единиц огнестрельного оружия. Полицейскими было выявлено 6 фактов продажи алкоголя детям, а из оборота изъято более 270 литров алкогольной продукции с признаками контрафакта. Впрочем, алкоголь далеко не единственное дурманящее средство, которому прибегали магнитогорцы. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия с сотрудниками полиции из оборота было изъято более 400 граммов наркотических веществ, как синтетического, так и растительного происхождения. Кроме того, в профилактическом мероприятии «Ночь» участвовали и сотрудники миграционной службы. В результате в отношении семи иностранных граждан вынесены решения о сокращении срока их пребывания в России. Всего же в ходе рейда было составлено 35 административных протоколов. Нашими сотрудниками был подготовлен и направлен в отдел полиции факт выявления 322-й части 3-й, то есть гражданин, который зарегистрировал у себя на адресе более 24 иностранных граждан. Эффективный постановственный миграционный учет мы выявили, зафиксировали, дали пока в отдел полиции дальше будут разбираться по данным материалам и проводится проверка. Продолжаем программу. Магнитогорский металлургический комбинат объявил результаты финансовой отчетности за третий квартал и 9 месяцев 2016 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами. Рентабельность группы ММК за третий квартал 2016 года на момент до уплаты налогов составила 44,2%. Свободный денежный поток в третьем квартале 2016 года продолжал расти и составил 275 миллионов долларов США. Объем денежных средств и эквивалентов на балансе на конец периода – 328 миллионов долларов США. Чистый долг снизился до 192 миллионов долларов США, сообщает служба внешних коммуникаций УАО ММК. Магнитогорский метизно-калибровочный завод, входящий в группу ММК, расширил перечень выпускаемых видов продукции новым сортаментом порошковой наплавочной проволоки. Порошковая проволока предназначена для автоматической и полуавтоматической наплавки под флюсом и в среде защитных газов износостойкого слоя на детали, работающие в условиях трения металла о металл и абразивного изнашивания. Рекомендуется для наплавки на постоянном токе обратной полярности. Область применения порошковой наплавочной проволоки – наплавка деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания и ударных нагрузок, роликов ральгангов, ножей холодной резки металла, рабочих элементов, смесителей, тормозных шкивов. Расширение ассортамента выпускаемой порошковой проволоки позволит ММК «Метиз» увеличить объемы производства и выйти на новые рынки, сообщает группа общественных связей ОАО «ММК «Метиз». К другим темам. Ректор Магнитогорского государственного технического университета Валерий Колокольцев и ректору университета сербского города Карагуевац Небой Шарсиниевич подписали соглашение о сотрудничестве и укреплении научных и культурных связей. Встреча происходила в торжественной обстановке в конференц-зале МГТУ. Инициатором завязывания дружеских отношений между вузами двух стран выступила Магнитогорская общественная организация дружбы народов «Мост». Работники МГТУ с энтузиазмом поддержали идею сотрудничества. «Мы близки по образовательным программам и наверняка найдем точки соприкосновения в плане реализации совместных научных проектов», отметил на встрече ректор МГТУ Валерий Колокольцев. В свою очередь ректор Карагуевацкого университета Небой Шарсиниевич поблагодарил магнитогорцев за гостеприимство, выразил надежду на долгосрочное сотрудничество и пригласил магнитогорцев в гости, добавив, что россиян в Сербии уважает и любит. В ходе встречи обе стороны рассказали друг другу о деятельности своих университетов и сошлись во мнении, что Магнитогорск и Карагуевац во многом похожи. В завершение встречи активисты МГО «Дружба народов МОСТ» выступили с предложением, чтобы Магнитогорск и Карагуевац стали городами-побратимами. «Все работы хороши, выбирай на вкус» – эту, казалось бы, неоспоримую истину попытались опровергнуть в Центре детского творчества Роджинькизовского района. Здесь для старшеклассников прошла бизнес-игра «Как осуществить выбор профессии». Самоопределение сегодня – одна из глобальных проблем для современной молодежи. Сама я вот еще выбираю. Либо я хочу быть врачом, либо все-таки хочу на экономическом учиться. Ну и как ты думаешь, вот этот семинар, он тебе как-то поможет определиться и какие-то тебе наметочки даст? Конечно. Я как раз-таки хочу посмотреть, ведь будут рассказывать о том, какие приоритеты будущей профессии, о том, насколько она популярна и значима в обществе, либо не совсем значима. Вот я и хочу посмотреть, а вдруг это действительно мне поможет определиться. Помните у Маяковского «Все работы хороши, выбирай на вкус». Советское государство предоставляло каждому молодому человеку трудоустройство и примерно одинаковую зарплату и приблизительно равные условия жизни. Дело было за малым – выбрать, куда пойти учиться или работать после школы. В современном же обществе вопрос выбора профессии – это и выбор своей дальнейшей судьбы, своего уровня жизни. И подходить к этому важному решению стоит осознанно и как можно раньше. На этом семинаре школьникам не скажут – ты станешь экономистом или, например, летчиком, но каждый получит на вооружение важный инструмент – знания, с помощью которых можно проложить верный курс своей жизни. О культуре. На днях юные музыканты города выясняли, кто лучше подкован в сальфеджио. Излагающий основы музыкальной теории, этот предмет никогда не пользовался большой популярностью у учащихся. Стремясь повысить интерес к этой важной музыкальной дисциплине, педагоги детской школы искусств номер 4 организовали конкурс «Праздник сальфеджио». И вот уже 10 лет он собирает сильнейшие команды ведущих учреждений дополнительного образования Магнитогорска. Особой любовью к сальфеджио начинающие музыканты не пылали никогда. Этот сложный предмет не всякому удавалось освоить, да и очень многие считали, что делать это незачем, поскольку практического применения в жизни, по их мнению, эта дисциплина не имеет. Была проблема, что и пропуски, и этот предмет привлечь было очень сложно. То есть вот существовала такая реальная проблема. Именно Жанне Томиловской пришла идея, как исправить ситуацию. Чтобы показать, что без знания сальфеджио не сможет обойтись ни один уважающий себя музыкант, для детей решили организовать конкурс. Будет трудно ноты читать и вообще музыку постигать. Там не только ведь ноты, законы построения музыки, пьес, законы построения. Вот это все сегодня ребята будут нам демонстрировать, как и с чего строится музыкальная мысль. В этом году конкурс было решено провести для младших школьников. Его участниками стали юные музыканты, школы искусств номер 1 и 4, Дома музыки и Центра Камертон. Вся конкурсная программа была превращена организаторами в веселый праздник. Ребята не только выполняли сложные задания членов жюри, демонстрируя свою грамотность в построении музыкальной фразы, но и разыгрывали веселые сценки, впечатляя своим умением чисто петь и играть с листа. Лучшей в итоге была признана команда школы искусств номер 4, чьи воспитанники признались, что этот конкурс помог им взглянуть на сольфеджио совсем другими глазами. Трудноваться слегка. А может быть действительно оно не нужно? Ну нет, надо. Это дает зрителю понять произведение. Кстати, след за магниткой подобные творческие состязания стал проводить и Челябинск. Так что теперь победителям предстоит продемонстрировать свои знания и умения еще и на областном конкурсе сольфеджио. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. В Магнитогорском театре оперы и балета состоялся областной конкурс современной и эстрадной хореографии. Уже пятый год подряд он становится творческой площадкой для демонстрации достижений учащихся колледжей и техникумов, а также воспитанников учреждений дополнительного образования Челябинской области. Инициатором этого проекта стал Магнитогорский дом учащейся молодежи «Магнит». Оценила хореографию участников и наша съемочная группа. Участниками нынешнего фестиваля стало более 300 конкурсантов, которые продемонстрировали свое мастерство в номинациях «Танцевальное шоу», «Эстрадный танец» и «Стрит-данс». Номинации подразделялись на ансамблевое и сольное исполнение. Возраст участников варьировался от 6 до 18 лет, причем соревновались ребята без скидок на годы и опыт. Танцоры из коллектива современного танца Коркинского горностроительного техникума «The Hours Clue» привезли на конкурс сразу два танца под названиями «Жизнь» и «Крик души». Яркие названия не случайны. Коллектив выступает в ритме «La Style», когда вся сценическая хореография плотно связана со словами песни. Здесь, как никогда, важны актерские навыки и самоотдача. «Энергия, стилистика. Стараемся что-то донести, перенести, как бы передать стиль музыке, то, о чем, чтобы была не просто такая застроенная хореография, а именно конкретно, как бы, стиль». «Ну, это тяжело передавать эмоции, но мы стараемся, работаем над этим. Много воюем с этим, но потихоньку получается. Танцы для меня – это все. Я без них, не знаю, как даже сказать, я без них не вижу смысла жизни, потому что без них скучно вообще». Есть свои секреты успеха и у магнитогорских участников из коллектива «В ритме сердца» Магнитогорского технологического колледжа. «Всегда держать голову выше и улыбаться у все зубы, то есть, чтобы зрители видели, что вы, как бы, настроены на них, и им показать свое творчество». От многих участников конкурса занятия танцами потребовали серьезной спортивной подготовки. Некоторым пришлось даже существенно поменять образ жизни. Стремясь к высокой планке, они добились успеха не только на танцполе, но и подтянулись в учебе. Результаты конкурса для магнитогорцев таковы. Первого места в категории «Танцевальное шоу» в разных номинациях удостоились ансамбль современного бального танца «Оникс», ансамбль современной хореографии «Браво», школа имиджа «Ангел» и ансамбль современной хореографии «Шоколад». В сольном исполнении были отмечены Айнур Ахмедшин и Марина Кошелева. Старислав Юдин, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». И в завершении выпуска информация для автомобилистов. В связи с производством дорожных работ по 20 ноября будет ограничено движение транспортных средств по западной стороне шоссе «Западное» в районе въезда на территорию жилой застройки «Соты». Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdifison.ru. А впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 8 ноября. Всего вам доброго и до встречи. СПОНСОР ПРОГРАММЫ Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат По данным интернет-портала rp5.ru завтра, 8 ноября, в городе ожидается значительная облачность, сильный облажной снег, переходящий в дождь со снегом. Утром переохлажденный туман, днем дымка. Ветер южный с переходом на юго-западный 3,7 метра в секунду. Отдельные порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 4 градуса. Днем минус 2, плюс 1 градус. В первой половине дня прогнозируется высокое атмосферное давление 733-731 миллиметр ртутного столба. К вечеру понижение до нормального 729-726 миллиметров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok